МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусь. Почти 10 миллионов жителей. Край лесов и озер. Синекая земля под белыми крыльями. Тихая и толерантная. Мы все это знаем. Мы так думаем. Но есть и другая Беларусь. Она тоже с миллионами людей, только виртуальными. Яркие и амбициозные. Они жаждут быстрой славы и готовы на все ради лайка. Мы предложили им развиртуализироваться. И теперь 13 пользователей поборются за участие в новом сезоне реалити-шоу. Люди-гаджеты. Люди-аватары. Кто вы? Крафт Рад Кула готов доказать вам свои реальность. Будьте так добры проголосовать. Я хочу, чтобы у меня есть мужика. Но это неправда. Я не знаю, что я делаю после. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. И я знаю, что я не знаю. Я знаю, что я знаю. Каникулы вслепую. Случаться не для всех. 13 жителей сети. Еще минуту назад они не знали друг друга. Ни реально, ни виртуально. Шикарно. Да, я думаю, вдвоем начали с тобой делать. Давайте синхронно. Да, давайте. Девчули, га-га, тень жабла. Девушка, он встал. Детка, больше секса. Вот так, да, поиграй с фоносами. Да, вот так, да. Да, покажи мне страсть. Покажи огонь. А куда мы? Но красивая жизнь, о которой я не мечтаю, тоже может оказаться иллюзией. А красивое путешествие недолгим. Что, где мы? Господи, где мы? Мы водоем, который здесь присутствует. Да ладно! Твою мать! Каникулы вслепую начинаются. Только вот за каким поворотом... Что здесь будет? Мы не знаем, какие-то такие страшные домики, собаки. Давай, ты первая. Давай. Значит, ты... Ну, звони, звони, звони. Да? Этот ли дом нужен путникам? Похоже, тут никого не ждут. Или это тоже иллюзия? А если их ждут, то кто и зачем? Все, мы заходим, да? Мы заходим. Сейчас мы с третьим ходяем. Значит, мы? Несколько месяцев назад мы отправились в сеть, чтобы из бесконечной паутины вырвать 13 аватарок и выбросить их в реальную жизнь. Мы хотим понять, стоит ли за аватаром человек и кто они, все эти люди. А вот и они понаехали. Дмитрий Савин, финалист первого сезона реалити-шоу «Понаехали», фитнес-инструктор, начинающий актер, участник лучшего в Европе мужского шоу. Большой, добрый человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад приветствовать вас здесь всех. Когда я первый раз увидела ведущего, я сразу поняла, что он красавчик. Как вы добрались? Замечательно. Никого не потеряли? Нет. Это хорошо. Я приглашаю вас в дом. Проходите. Я пошла. Да, нас ждут неожиданности. Ну что? Все, давайте к следующему вопросу. Я ответил, что я в два раза. Вы уверены, что надо заходить? Благодарю. Субтитры сделал. Давай. Блогеры и студенты, банковские клерки, фрилансеры и маркетологи, учитель, спортсменка, фотограф и модель. Мы пока не знаем, что общего между такими разными людьми. А они не знают, в чем захотели поучаствовать. Они просто жаждут медийности. Пока их 13, но уже сегодня их ждет финальный кастинг. И мы узнаем, кого ждут каникулы вслепую. Ну вот, началось то, чего ты ждал, это неожиданность, это приключение. После кастингов в сети мы выбрали вас, чтобы испытать реальность. Пока вас ровно 13. Несчастливое число для некоторых из вас. Но не для всех. Кому повернется удача, мы скоро узнаем. А пока, следуйте за мной. Все такие в настроении, все на позитиве, всем все интересно. И мне тоже было интересно, что же нас ждет. Потому что все говорили, интрига. Конечно же, ну было неожиданно, потому что я никогда не ходил в подобное заведение, никогда не играл. Я думаю, о нет, я же не должен играть. Для меня казино это как табу. Нельзя туда. В социальных сетях вы все знаете и во всем разбираетесь. Мы хотим проверить это. Выберите фишки. Мне желтый. Мне желтый. Дай. Фишек хватит на всех. Я попрошу вас сделать ваши ставки. Вначале я попрошу поставить те, у кого красные фишки. Затем зеленые. Я была настроена на то, что мы реально поиграем. И синие фишки я прошу сделать вашу ставку. Ставки сделаны, ставок больше нет. А я? Желтая. У вас золотая фишка, правильно? Для вас на нашем столе места не оказалось. На этом ваша игра окончена. У меня был шок. У вас больше нет игры. Уходите, идите домой, спать. Вы серьезно? Спасибо. Жестоко. Ну что, посмотрим, кому улыбнулась удача. Вообще было настолько все непредсказуемое, что было даже страшно. Здесь красная фишка. У кого были красные фишки? У меня. Теперь вы команда. Моя команда у меня. И вас ждет первое испытание. Я желаю вам удачи. Все, мы идем на испытание. 13 интернет-пользователей борются за место в телевизионном реалити-шоу. Несколько часов назад они впервые увидели друг друга. И теперь им предстоит пройти финальный кастинг. На каникулы вслепую отправиться в Нильзе. Первая четверка участниц отправляется на испытание. Но что здесь делает Катя, которая выхватила золотую фишку и покинула игру за столом? Я должна была стать подсматривающей, комментирующим органом. Девушки из команды красных фишек уже готовы встретиться с неизвестным. Это похоже на квест. Ну, квест, я же говорю. Я такая сразу, у меня с квестами не очень. Я однажды была, я проиграла. Это творческая мастерская, здесь нельзя убираться. Давайте наоборот все разрушим. Бабы, задание свое найдите сначала. Вот на этой бумажке. Вот на этой бумажке. Эй, камон, бейба. Мы нашли задание. Подождите, друзья. Нам пишет. Здравствуйте, добро пожаловать на встречу с прекрасным. Только открыв глаза и сердце вы сможете победить, привет, в этом испытании. Мы думаем, что для таких крутых ребят, как вы, записать выпуск видеоблога о современном искусстве не составит труда. Не бойтесь делиться своими истинными мыслями и чувствами. Вы это можете. Знаете, это такие смешанные чувства, когда тебе очень хочется чего-то узнать. Очень, очень сильно любознательно. С другой стороны, страшно. Что же там будет? Кто первый? Кто первый? Все, разойдитесь. Всем привет. Я снимаю видеоблог о том, как я нахожусь в студии какого-то креативного могилевского скульптора. Меня просто нахлынуло волной уважения ко всему, что я вижу. Я поблагодарила судьбу, что я здесь нахожусь. И прикоснулась к этому просто вот прям воочию. Вяжите полотна. Искусство, искусство современное. Это такое необычное. На днях смотрела я, что такие картины продаются по 2 миллиона долларов. Первую картину, когда я увидела, я сразу поняла, что она выделяется. И вот я ее очень раскритиковала. Ну для чего это искусство делается? Ну для денег же. Людям нужно что-то кушать. Ну в общем, здесь вообще мальчик. Я поняла, что я очень черствела к искусству. Я на все это смотрела просто вот с материальной точки зрения, прагматической. Ой, креативщики, погнали дальше. Это современное искусство или искусственное современность. Итак, что же у нас под первым полотном? Вау. Сейчас я вот, когда закрываю глаза, я представляю. Это смесь ярких цветов, что-то такое весеннее. Вы знаете, первое мое впечатление, это заиграла Нирвана. «Смейлз лайк тинь спирит». В интернете легко выдавать себя за кого угодно. В анкетах участники через одного – ценители искусства. Репост – и ты уже знаток. А в жизни так легко обмануться. Лучшие образцы мирового авангардизма нам не безразличны. Не все то шедевр, что нарисовано. Одним словом – ерунда. Я почему-то, глядя на эту картину, какой-то свой такой идеальный мир в ней увидела. Фишка современного искусства в том, чтобы выразить какие-то эмоции и чувства, и каждый для себя открывает в нем что-то свое. Вот я сейчас попытаюсь вам передать свои чувства и эмоции от объектов, которые мы увидим вместе с вами. Только не говори, что это очень креативно. Итак, объект номер два. Ну, это, конечно, посложнее. Это… Ну, тут фишка в том, что здесь вот эта вот фигура, не знаю, какого-то фараона, мумия такая, да? Она здесь сужается. Это замочная скважина. Точно. Я пришла сюда для того, чтобы, ну, возможно, внести в свою жизнь какие-то, ну, новые эмоции и чувства и раскрыть себя для себя же с какой-то другой стороны. Ну, как бы это… Домой бы я себе это не взяла. Катя, ну, просто нейтрально. Ну, вот рассказала. Ну, в принципе, нейтрально для меня. Первая пара блогеров уже блеснула тонкостью чувств и эрудиции. Чем ответит пара вторая? Всем привет. Мы находимся в музее современного искусства, но мне-то кажется, что мы находимся в музее эротического искусства. И мне это нравится, потому что я знаю, что должна говорить о картинах. Ну, я не могу просто вам это не показать, потому что это как бы всем должно понравиться. Ладно, собственно. Наташа умеет держать внимание. То есть она может завладеть вашим вниманием, держать его, но я не совсем приемлю теми методами держания внимания, которые она использует. Если не смотреть на силуэт, то это напоминает мне гимнастического коня. Но силуэт здесь, по-моему, мужчины, да? Сейчас я вам скажу, что надо делать с этой штукой. Вот что надо делать с этой штукой. Потому что место надо знать. Да. Ладно, окей, к третьей картине давайте перейдем. Я ходила на тайский бокс. Сейчас не хожу. Но если бы я была на месте художника, который наблюдал то, как она забросила ногу на его скульптуру, его подошла и втащила я его серьезно. Ну, это искусство, наверное, так надо. Искусство девушки закончилось бы тогда, когда бы узнала, как надо. Но что думает об этом сам автор, скульптор Андрей Воробьев? Его работы украшают частные коллекции и галереи многих стран мира. А приезжающие в Беларусь туристы любят фотографироваться на фоне его знаменитых уличных произведений. Иснует туннель. Туннель життя. Соправданное дитя можно увойсти с этого боку и пройти целиком весь туннель. А дорослый человек, он такого же самого по меру, он может только поимкнуться туда, только зазернуть и не больше. Когда он мне рассказал, о чем эта скульптура, я подумала о том, что это правда, что всегда надо помнить о том, кем ты был, и смотреть светлое будущее, но как с целью, а не с чем-то другим. Ямки от ветрянки, знаете, когда сдираешь от ветрянки вот эти вот штучки, остаются такие же ямки на лице. По-моему, похоже, правда? Нет, ну это страшно. Тоже потом, как оказалось, это не х***е ямки от ветрянки. Это года жизни, с которыми мы уходим. Ну вы поняли, да? Все, спасибо, пока. Во всем искусстве и во всех картинах, во всех скульптурах, везде, в любом виде искусства есть своя боль. И когда начинаешь об этом думать, я действительно очень много накручиваю, пропускаю через себя, и мне легче просто подшутиться как-то, мне легче это все пропустить через юмор, через шутки и сделать вид, что все в порядке. Эта картина страшная. И вы знаете, у меня под нее почему-то вспомнилось стихотворение Анны Ахматовой. О, нет, только не Ахматова. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел шатаясь, искривился мучительный рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Ну вот, Ахматову можно было в конце не читать, это навевало лишь тоску, и мне уже хотелось пистолет застрелиться. Плакать не надо было, это уже было слишком. Я не знаю почему, но у меня это вызвало такие эмоции. Просто как будто что-то в человеке умирает с тем, что кто-то уходит. Ой, ой, все, можно есть? Вот так вот. Да, я прям захлопнула эту картину, я не хотела на нее смотреть, нет. Вот я оставила себя на мысли, что если бы я смотрела там блог, влог об искусстве, ее бы я досмотрела вот до Ахматовой 100%, я бы досмотрела, не переключила. Девушки завершили свое испытание. Осталось узнать мнение эксперта. Больше всего меня уразила Екатерина Вертиховская. Я эмоционально, такое незразумелое глубокое проникнение в моей прации. Мне понравится, что проект покинет Дина, а Левсю, я на пироде. В общем, все. 13 интернет-пользователей борются за место в телевизионном реалити-шоу. И сегодня они проходят финальный кастинг. С кем предстоит бороться за место в шоу, определил случай. Своё испытание уже прошла команда красных фишек. Кому случай улыбнется теперь? На каникулу слепую отправятся не все. У вас остаётся всё меньше. У вас есть возможность поменять своё число. Вы можете оставить, либо изменить свою ставку. Я смотрел на цифры, я считал. Я видел предыдущий розыгрыш, а я математик, 8 лет, мехмат, БГУ. То есть я видел только цифры, я видел теорию вероятности, зависимости. Я больше имею шанса угадать число. У кого были зелёные фишки? Теперь вы команда. Я изучил ваши страницы в социальных сетях. У некоторых из вас они похожи на персональную галерею селфи. Вы хотите стать знаменитыми, привлечь к себе внимание? Так сделайте же это. Лимузин уже ждёт вас. Вы можете ехать. Я желаю вам удачи. Если верить вашим анкетам и социальным сетям, то это испытание для вас проще простого. Не плывите по течению. Останавливайте мгновения, а не прекрасно. Короче, ладно, ребята. Давайте мы пойдём в бассейн, а там уже будет видно. О, боже, я так и знаю, что до этого дойдёт. Ой, овощики. Что-то не цветами ни разу шмонит. Какое всё беленькое, чистенькое. Прям жалко наступать. Божечки. Чудесно. Слушай, ну я ещё так прям по-мещански ноги не закидываю. Ну и что мы тут будем делать? Остановить мгновение. Прямая аналогия сфотографировать. Понятно, да? Ну, скорее всего, просто проявить её как-то нестандартно и сделать хорошую фотографию. Наверное. Божечки, у нас весь проект заложен на том, чтобы проявить себя нестандартно. Мне кажется, чтобы вообще всё это даже делать нестандартно, даже удушиться. Ребята угадали, но они ещё не знают, с каким нестандартным фотографом им предстоит встретиться. Работы этого автора публикуются в изданиях номер один в мире большой моды. Украшают галереи современного искусства от Лондона до Милана. И даже в интерфейсах многих мобильных приложений её необычный взгляд на мир. Здравствуйте, ребята. Я думаю, вас уже немного ввели в курс. Меня зовут Наталья Самалова. Я арт-фэшн-фотограф. Работаю с рядом зарубежных изданий, в том числе с Италией ВОК. Я очень обрадовался тому, что работать мы будем с таким сильным фотографом. И немножко страшно было изначально работать, потому что надо было держать уровень и опозориться. Ну, мы из своего села, но из гордого села. Готовы работать? Да. Ну, значит, начинаем. Поводом для творчества сегодня станут фрукты и овощи. Посмотрим, куда героев приведет их креатив. Я рассчитываю на то, что модель раскроет свой потенциал как модель. Ну, мне нет смысла с вами обсуждать, что я буду делать с луком. Лучше ты расскажешь, что ты с яблоком будешь делать. Ты стратег, концептуалист. Мы узнали, что нам нужно было работать в жанре арт-фэйшн. И это слегка испугало, потому что не все из нашей команды имели представление о том, что это означает само по себе. Расскажи фотографии, которые есть с этой тематикой. Арт-фэйшн, ВОК. Я ВОК не смотрел, поэтому я не могу. Что-то очень гипертрофированное, какие-то порты. Гибкое. Когда ты, ну, если нам еще с лицом работать, когда ты очень много что-то будешь выделять, что-то неестественное и с претензией на высокий стиль, понимаешь? Ну, я так даже не могу быстро объяснить. В любом задании должен быть такой человек, который вообще ничего не знает и с каким-то таким своим первобытным креативом подходит к заданию. Это никакой ненамек на то, что Виталий Австралопитек или еще что-то подобное. Виталий очень классный мужчина. Композиция, смотрите. Древо. Древо. Я не древо, я тебе говорю. Я Каин, он Адель. Ты Ева, он Адам. Все. Никаких вопросов. И образы мы какие-то такие придумывали странные. На самом деле, как этого героя зовут даже сейчас? Вот уже не помню, но... Мне надо посидеть, как-то сиськи перекрывать руками Я в курсе. У меня есть мастер-фестивая. Тут вообще хорошо. Ой, сейчас тут такой фэшн будет. Фэшн. 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 Просто... Обдыхает. Нервный куриц-то роботик. Да, комплиц. О, мать. В команде они вели себя более интересно и как-то сплоченно и что-то действительно пытались скреативить. Да, выбрали достаточно странную тему библейскую. Никому не рекомендую в это лезть. Им, в частности, тоже. Ну что, идем? Идем. Групповая съемка. Вообще, наверное, это было что-то непонятное. Так, ребят, я вам представляю своего коллегу. Это Данила Орлов. Он сейчас будет вас снимать. Слушайте его. Чем больше вы будете слушать его, тем более удачные будут кадры. Здравствуйте, ребята. Сначала мы начнем с общего кадра. Вы сейчас должны показать реализацию вашей идеи. Совместно, все вместе. Показывайте. Садимся. Как мне кажется, мы работали замечательно. Для первого раза мы работали очень слаженно. Давайте еще разочек. Ищем лучший ракурс. Это Степ. Ты вывалился из образа. Экспериментируй. Как вы вообще понимаете свою задачу? Что вы думаете по поводу того, что вы сейчас делаете? Командная работа – это довольно сложное дело, потому что я человек автоном. Мы начинаем с того, что ты рассказываешь о том, что мы сейчас будем снимать. О своем образе. Опиши, что ты сейчас будешь делать, чтобы я лучше понимал. Я в итоге никакой особой концепции не придумал. В такой ситуации мы делаем акцент на твои эмоции. Я думаю, да, я с ним справился лучше. Мне на фотосессии не хватило какой-то собранности, что ли. Хорошо взгляд. Фактически я не знал, что можно делать с этим яблоком. Многие идеи просто провалились, и дальше уже пошел просто какой-то произвол. Креатива, как такового, я не увидела, к сожалению. Испытание креативом не принесло успеха парням. Впереди их ждет финальная съемка у самой Натальи. Кому из конкурсантов она принесет желанную удачу? Узнаем скоро. А пока вернемся в казино, где свою судьбу ждет последняя команда. 13 жителей сети борются за место в телевизионном реалити-шоу. И сегодня уже две четверки прошли финальный кастинг. Их проверяли на креатив, фотостудии и мастерской скульптора. Как проявят себя последние претенденты на участие в реалити? На каникулы вслепую отправятся не все. Вы остались последними. Как вы думаете, удача улыбнулась вам или отвернулась от вас? Улыбнулась. Надеетесь. Многие из вас заявляли, что хотят попасть в телевизор и увидеть телекухню изнутри. Мы договорились с реальной телестудией. И сегодня вы будете поднимать или обрушивать рейтинг. Хорошего вам эфира. Можете ехать. Мам, я в телевизоре. Я сразу поняла, что будем делать. Давай-ка про погоду что-нибудь расскажи сегодня. Вот оператор, кстати, вообще вжился в роль. Первое, что я увидел, это камеру. У меня всегда была мечта вот постоять. Как это все делается? Секретами телевизионной кухни с участниками поделится ведущая и автор телепрограмм Ирина Борделовская. Но найдутся ли для них на этой кухне блюда по зубам? Многие думают, что диктор сидит в красивой студии и говорит какой-то произвольный текст. А на самом деле все немножко не так. Пожалуйста, каждый подойдите и выберите по одному конверту и прочитайте задание. Кто первый? Сказка на ночь. Так, ну я же ничего не знаю о детях и... Прогноз погоды. Я вас поздравляю. Вообще, я хотел ввести новости. Новости? Будет очень легко, потому что я с ним точно справлюсь. Поздравительная программа. Я подумала, что мне повезло. Сейчас вы должны понять, какая у вас аудитория, что вы хотите донести до зрителя и быть убедительными. Новости – это самая большая мясорубка. Ты должен мыслить быстро. Здравствуйте, с вами новости. Меня зовут Максим Панченко. На самом деле я страшно боюсь телекамер. Этот центр известен своим профессионализмом проведения экспертных оценок возможностей юридических лиц и граждан, занимающихся предпри... Экспертных, экспертных оценок. Сказочку провести было бы повеселее. Вот, уже букву «Р» хорошо выговариваешь. Этот центр известен своим профессионализмом проведения экспертных оценок экспертных... 0,2 экспертных. Экспертных. Каждую минуту у меня во рту было сухо, и прилипал язык к небу. Я что-то говорил, и было непонятное. А можно водичку? Он там краснел, было видно, он так пахтел, он старался. Республиканский центр сертификации. Все, уже не могу, еще раз. Я сам себя раздражал. А-а-а, экспертных, экспертных. Судмедэксперт, потому что юрфак гребаный. Уже, уже теперь я точно знаю, как правильно ставить ударение в этом слове. А можно своими словами без суфлера теперь рассказать, о чем мы прочитали? Работаем. Я понял, что работаем, но я не могу его рассказать. Ты сидишь такой вот, просто как глупенький мальчик, много-много чего наговорил, а в двух словах и передать это вы не можешь, как бы. Ребята, это такая радость. МЧС занято первое место. Представляете, разрешили лицам без юридического образования заниматься нелицензируемой предпринимательской деятельностью. Вообще, в Беларуси все здорово. Я довел его. Браво! Браво, молодец! За старание, как говорится, плюсик ему хороший можно поставить. Здравствуйте, с вами программа «Праздник в праздник». Маша, изобрази праздник. В поздравительной программе должна быть такая степень искренности, чтобы человек, которого ты не знаешь, ни разу не видела, поверил. В то, что говоришь ты от чистого сердца. Наша именинца проживает в поселке Сквар... Скварские Жароллы. Оу, Скварские... Это обыкновенная деревня Скварские Жароллы. Ничего необычного. Таких у нас много. Скварские Жароллы. И зовут ее Ираида Никитична. Боже мой, пржесмук. Она обидится, это Ираида Никитична, если ты так прочитаешь ее имя. Есть различные фамилии. У меня тоже нелегкая фамилия. И ее не всегда правильно читают. Почти никогда. Поржесмыкало. Если меня так поздравляли, я бы подумала, что меня поздравили для отмазки, там, коллеги мои. С днем рождения вас спешат поздравить любящие родные. Муж Валерьян Валерьевич и внучки Семен и Маргарита за плечами. Ну как же вы Семена сделали внучкой? Внучки! Я бы лично поздравила лучшие где-нибудь в Инстаграме. Написала поздравления от себя. Большое, развернутое. Хорошо, представим, что это моя бабушка. Ой. Просто вся любовь вам, Ираида Никитична. Прошу Сынкала. Передачи, которые казались простыми, поставили участников в тупик. Что будет дальше в программе? Здравствуй, с вами прогноз погоды. Воу-воу, у Паши стал получаться гламурный модный прогноз погоды. Сложность этой программы в том, что ведущий должен одновременно и читать текст суфлюра, и отворачиваться от него, представляя виртуальную карту. На Гродничине и Брещине. Я судорожно вспоминал дневник свой со школы. Там была карта на задней странице. Судорожно вспоминал, и все. Я не мог ничего вспомнить. Где такое мнение Гродничина? Здесь. Это Бобруйск. Мне кажется, я выучу карту. Я думал, с первого дубля все запишу, отстреляюсь и пойду. Что-то там 84 тысячных. И Брещине... Первый дубль. Десятый, двадцатый, тринадцатый. Я думаю, все, я здесь, я здесь на недельку. Сейчас Паша сядет на коня. Он так расслабился. Палай-то у него все прошло. Света вам и тепла. Спасибо. С вами Бога, Рита. Аплодисменты. Детей не обманешь, это понятно. Но сложность Сашиного задания в том, что он должен найти баланс между своей ролью и ролью соведущего. Добрый вечер, мальчики и девочки. Сегодня у вас в гостях, в гостях я и Риска, и как тебя зовут? Саша. Саша. Мне кажется, он уже думает, что он накурился, и это ему видится, и все. Это было... шок. Итак, поиграем слабое звено, и ты будешь слабым зеленом. Давайте. Господи, я фанатка этой розовой. Как это кукла, как это называется? Итак, как назывались письмена, которыми пользовались древние в Египте? Это неправильно! А теперь я хотела послушать сказку. Расскажи мне сказку. Саша, не вываливайся из кадра, ближе к Риске. Чего ты падаешь? Что ты так не будешь? Я вообще близко. Я как бы был с собой довольный. А теперь больтфильм. Скажи, больтфильм? Больтфильм. И что, и мультфильм рассказать? Она его затмила. Женщина в кукле, она его просто затмила. Друзья! А теперь, девочки и мальчики, смотрите мультфильм. А после него ложитесь спать. Только почистите зубки. Всего доброго. До 5. Испытание медийностью завершено. Что думает о нем эксперт? К сожалению, очевидно, звезд не случилось. Но в целом, мой поварит Максим. А вот Маше я не поделила. А тем временем, парни из команды «Зеленых фишек» добрались из фотостудии до последней локации. Здесь ждет уже знакомая им фотограф Наталья Самойлова. Любимая арт-фэшн-тема Натальи – вода. Станет ли это стихией для участников родной или утащит на дно? Ну что, добро пожаловать на съемочную площадку. Я же говорил. Так, ну, как вы можете видеть, тема сегодняшней съемки, помимо наших предметов, это, собственно, бэкграунд, это будет вода. То есть то, что вы делали в студии, вы сейчас будете делать непосредственно под водой. Я увидел бассейн, и я понял, что все, это полный провал. И первым испытание готов пройти Роман. Ну что, готов? Да. Чистую воду надо попробовать. Попробуй. Как вода? Хлотная. Мне было тяжело долго в ней находиться. Тим-тим-тим, тебе надо туда. Давай еще. Ты подумаешь о том, чтобы тебе не всплыть, при этом, чтобы тебе было не тупое выражение лица, когда ты находишься под водой, как бы задерживаешь дыхание, у тебя бульки эти все вылетают, может, там какая-нибудь слюна еще заболталась в воде. Левую руку следи. Так ты уже далеко от себя. Угу. Но пока ты не попробуешь, ты же об этом не знаешь. Я здесь не думаю, а холодно. Глубоко тебе и не надо. Очень много акцентов на то, как неудобно, плохо, холодно. И овощ не подходит. И у меня нету подходящих лавок, наверное, для того, чтобы это был фэшн-арт. Я надеюсь, у меня отражения мозга не будет. Концентрация на каком-то негативе и отвлекающих факторах, нежели на работе. И если я вижу, что человеку плохо, то я предпочитаю закончить. Молодец. Ну, я не снимаю через боль. У меня другие цели. Я могу еще нету? Да, да. Съемка романа закончилась конфликтом с фотографом. Сможет ли следующий участник исправить ситуацию? Готов? О-о-о. Ну что? Вода, это, она, по сути, заменяет воздух вокруг модели. И эта текстура, этот, скажем так, новый окружающий мир дает потрясающие совершенно возможности. Помнишь, что делал? Давай. Конечно, многие вещи в этом не удаются, потому что ты постоянно всплываешь. Если пытаешься балансировать на водной глади, то можешь утонуть. тем не менее, в воде работать очень приятно. Все, молодец. Снято. Давай быстренько греться. Спасибо. Он старается, он делает, он слушает. Я думаю, что на сегодняшний день он более определившийся со своей жизненной позиции. К испытанию готов Илья. В тестовой съемке парень не смог найти свой образ. Справится ли он с финальным фотосетом? Готов? Ты двумя решил? Ну, я буду представиться садить, но я пока с одним. Это ты зря. Он превратил перец в сердце и пытался там какие-то эмоции с этим, что разбитое сердце, такую историю рассказать. Под водой она сыграла вообще на 100 баллов. Он единственный, кто понимал, что он хочет сделать. На самом деле, я считаю, что мы закончили. Ты просто лидер сегодняшний. Молодец, снято. Иди грейся. Ну, если лучше, значит, лучше. Что тут еще можно добавить к этому? После успеха Ильи будет трудно впечатлить фотографа последнему участнику команды Виталию. Случится ли озарение у него? Одному в бассейне, в воде, раскрывшись полностью перед фотографом, перед зрителем, обнажившейся, я ничего не смогу сделать. Без всплесков, без волн. Я пытался, что придумать, что придумать, как себя раскрыть, пока я не ударился одной бассейной головой. И здесь, ну, по сути, я отвлекся. ударом одно бассейн, меня разбудил. И тогда я понял, что нужно просто плавать. и мне показалось, что все-таки я смог бы немного, немного раскрыться и немного как-то себя проявить. Это четкая дисциплина. Человек понимает, что ему нужно сделать. Он готов сделать 100%, даже 200% и больше, и больше. То есть потрясающая работоспособность. Все, молодец, снято. Он не борется ни с кем, он борется с собой. И это очень хорошо было сегодня заметно. Испытание креативом оказалось делом непростым. Но каким будет вердикт фотографа? Такое ощущение, что я наблюдала за одними людьми, а ко мне именно на свинку пришли абсолютно другие люди. Возможно, немножко было у Романа. Жаловался много. Трое остальных молодцы. И особенно меня удивил Илья и Виталий. Виртуальное пространство. Здесь возможно все. Любые иллюзии собирают лайки и часто ложь успешнее истины. Мы предложили 13 ярким, амбициозным, стремящимся к славе и популярности жителям сети развиртуализироваться и проверить себя в реальной жизни. Ждет ли их успех здесь и сейчас? Они уже прошли испытания медийностью. И прежде, чем мы узнаем, кто был круче всех, а кому стоит вернуться в мир виртуального успеха, мы дадим им шанс пообщаться друг с другом. Реально и по душам. Господа, снимаем аватарки. Добрый вечер. Добрый вечер. Я надеюсь, ваш день сегодня прошел хорошо. Замечательно. Мы собрались около нашего первого костра. Я попрошу вас всех от него зажечь свой огонь. Зажечь, я боюсь. Этот огонь будет сопровождать вас на пути всего проекта. Ранее я попросил вас написать мне вопросы. Когда я слышала, какие вопросы там звучали, мы не были настолько знакомы, чтобы задавать такие личные вопросы. Я считаю, это неприемлемо. Эти вопросы анонимные. Я не знаю, от кого они, но я знаю, кому они. Следующий вопрос для Романа Гамезе. Как воспринимает тебя твоя мама? И как она относится к тому, что ее сын отличается от сверстников? Моя мама всю свою жизнь сражалась за то, чтобы быть независимой и никогда не придавать значения чужому негативному мнению. В какой-то мере она передала эти навыки и мне, но тем не менее я не настолько я рассражаюсь за какую-то индивидуальность, вылетание из толпы и так далее. Я просто живу такой жизнью, которая мне нравится. Вот и все. Хорошо. Мне, конечно, надо было похлопать. Я тоже. Стейтмент крутой. Я просто не расплакалась. Спасибо. Не знаю, что их так воодушевило, но, видимо, я заслуживал этих аплодисментов либо мой атлет. Следующий вопрос у нас для Дины. Я здесь. Что? С кем из участников ты бы замутила? Это вопрос написал ей я. Вот. Я очень... Мне была интересна ее реакция, как она отреагирует. Я бы замутила с ведущим. С кем бы я замутила, значит, я кому-то интересна из присутствующих. Значит, кто-то, наверное, заинтересовался и хотел бы замутить. Следующий вопрос Роме Ковалевскому. Это был ужасный вопрос. Была ли у тебя интимная близость с парнем? Нет. Ну, должен был быть какой-нибудь каверзный вопрос. Без этого никак не могут быть все белыми и пушистыми. Надо было вообще поставить вопрос, а была ли у меня интимная близость вообще? Ты девственник? Ты мой сипсичек! Мне было это интересно ровно в тот момент, когда мне задали этот вопрос. Вообще? Мне это вообще неинтересно. Ну, давай. Это пепел? Жги! Ты стерва? И поясни любой ответ. Какое задело, господи? Что вы мне только не говорили? Что я о себе только не слышала? Тогда я умею. Ну, уже, видимо, да. Я уже пока говорила, передумала. Ну, она была такой тихой, милой, спокойной девочкой. Перед камерами она раскрылась и стала абсолютно другой в обществе съемочной группы. И когда у костра задавали вопросы, вопрос про стерву был мой. За какие поступки в жизни тебе больше всего стыдно? Ну, если у нас откровенный разговор. Очень. Тогда я признаюсь. Конечно, об этом говорить нелегко, тем более, с учетом того, что я вас никого, по сути, не знаю. Но у меня нет мамы. Я ее потеряла несколько лет назад. Она была больна очень сильно. Могут ли возникать такие мысли, что ты знаешь, что ты не можешь этому человеку помочь, ему с каждым днем все хуже и хуже. и тебе кажется, что, может, лучше пусть его не станет, и ему, по сути, станет легче, и, может быть, и тебе в какой-то степени. Меня периодически обещали такие мысли, и я себя за них стыдила. Как бы я и продолжаю думать, что это были неправильные мысли, и меня это тяготит. Вот, наверное, за это мне и стыдно. В какой-то степени. И когда мне задали этот вопрос, это просто первое, что мне пришло на ум. Ну, потому что это на самом деле меня беспокоит. И я подумала, что если я сейчас буду пытаться выдумать какую-то, ну, иную причину, то я буду брать сама себе. Поэтому я видела только костер. Я не видела других людей. Я надеюсь, участие в этом проекте даст тебе новые силы для дальнейших действий, новые эмоции. Как минимум, новые знакомства ты уже получила. Спасибо. Больше у вас к друг другу нет вопросов? Я вас покину. Возможно, вы захотите пообщаться еще без меня. Поэтому желаю вам всем спокойной ночи. Спокойной ночи, Дмитрий. Спасибо. Увидимся с вами завтра. До завтра. Вечером у костра мы так одним целым были. На самом деле все как бы таки пытаются общаться, как-то дружить, улыбаться, но ситуация друг между другом напряженная. в нашей команде есть человек, который, как мне кажется, работает не в полную силу. Я думаю, этот человек должен покинуть команду, потому что он не очень уверен в себе. Он недостаточно яркий. Каникулы в слепую начнутся уже скоро. Несколько месяцев назад мы объявили кастинг на съемке реалити-шоу «Понаехали два» каникулы в слепую. 13 наиболее ярких жителей интернета были приглашены на финальный отбор. Но только 10 из них отправятся в путешествие. Кто они и что их ждет? Все, кроме меня, узнают об этом ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин